Ну вот, пошли первые овощи, фрукты. Как бы мы с вами не изолировались, но от этого изолироваться трудно. Да и очень важно сейчас, после того, как мы двигательный режим уменьшили, войти в достаточный двигательный режим и начать потреблять те овощи и фрукты, которые сезонные у нас, потому что они наиболее полезные. И вот опять возникает вопрос, каким образом себя обезопасить. Но не будем же мы через маску кушать или еще что-то в рот там придумывать. Нам нужно обезопасить то, что придет к нам с окружающей среды. Вот сейчас озонируются у меня персики, то есть абрикосы уже свежие. И озонирование абрикос как раз позволит на их поверхности убрать ту микрофлору, которая по мере доставки ее сюда. Представляете, собирали чьи-то руки, затем положили в ящички, затем эти ящички доставили уже непосредственно здесь в магазинчик. В магазинчике тоже несли открытые ящички. Ну как закроешь себя от окружающей среды. И вот здесь я вам предлагаю еще раз домашний озонатор. Вот он сейчас работает. Я поставила его на 10 минут, чтобы вот такое количество фруктов отозонировать. Здесь у меня стоит и вишня. Вот вы ее попробуйте промыть таким образом, чтобы на непосредственно всей кожице вишни, а в руки берем мы и черешки, чтобы эта вишня была для нас безопасной. И здесь же находится зелень. Вот то, что удивительно уже, конечно, ну не флорки же ее замачивать. И здесь озонатор приходит к нам на помощь. Здесь щавель. Лук. Это листья хрена, которые я использую в салат. Обязательно помидоры, огурцы. Вот такие уже красивые перцы. Все уже готово. Но для того, чтобы мы не поглотили им на микрофлору. Очень много споров идет об озонаторе. Нужно, не нужно применять. Но у меня вот этот товарищ уже более 10 лет, с которым я по всем странам езжу и обрабатываю. И виноград, если я приезжаю куда-то в южные страны. И фрукты, и овощи. Но я знаю, что обработав микрофлору на поверхности фруктов и овощей, я, конечно, могу ее проглотить. Но уже эта микрофлора не будет влиять на мою микрофлору, увеличивая ее количество, потому что она просто будет нежизнеспособна. Но и очень важный аспект озонирования, это то, что мы в окружающую среду не вносим никакие химические препараты. Потому что есть такая тема, которая называется видоизменения наших микроорганизмов, на которые мы воздействуем. Мы уже с вами пожинаем последствия антибиотикотерапии. Антибиотикотерапии в виде дисбиоза, который обязательно надо уже корректировать. И наша собственная микрофлора перестает узнаваться нашими же иммунными клетками после того, как мы ее обработали антибиотиками. Поэтому вот возникает вопрос. Лучше нам применять продукты, которые не обсеменены микроорганизмами, или же нам применять какое-то химическое вещество, которое может быть неполноценно доработает микрофлору, мы это же химическое вещество, мы и съедим. Ну предлагают же уже полоскать рот теми дезрастворами, которыми окружающую среду мы с вами обрабатываем. Так вот, не надо этого делать. У нас есть такой удивительный кухонный помощник, озонатор. И вот если я убираю проводочек, который у меня озонирует непосредственно фрукты и овощи, сейчас идет озонирование нашего помещения. Единственное условие, что оптимально вам выйти, потому что озон раздражает слизистые. И мы с вами можем, сейчас я вставлю его назад, мы с вами можем вот такое помещение кухонное отозонировать, выйдя на 15-20 минут, чтобы уменьшить количество микроорганизмов. Мы с вами уже говорили, что убить нам никогда никого не получится. Я вот сейчас представляю, после обработки улиц, какая видоизмененная микрофлора у нас будет. У нас памятники уже на дезраствор отреагировали, они уже позеленели, которые обрабатывали. Вот как будет это все меняться? Поэтому хочется искать те методики, которые наиболее мягко воздействуют на микрофлору, то есть они ее количество уменьшают, но нам с вами, как химический препарат, это не будет вредить. Вот здесь вот я не забыла положить и игрушки, потому что очень интересный метод озонирования. То есть мы вот эту трубочку вставляем, вот сейчас я возьму вот так трубочку, и вставлю ее в целлофан. И у нас пойдет озонироваться, особенно вот мягкие игрушки, обувь, которая, кстати, запах прекрасно убивает озон. Вот я вам показала, да? Вот так вот мы будем озонировать 15-20 минут те игрушки, которые вот у вас имеются. Ну, конечно, у меня имеются игрушки медицинского назначения, да? Вот такая большая мягкая игрушка. Конечно, мы ее можем стирать, но хлорки-то мы ее не можем постирать. Хлорки мы тебя не будем стирать. Вот, иначе цветовая гамма у нас нарушится, такая красивая, да? Поэтому ее также можно положить в целлофан и обработать. Белые вещи какие-то мы с вами можем озонировать, вот белые игрушки, чтобы пятнышки убрались, озон применяется. И вот я недавно прочитала, что прекрасно салоны, уж такая услуга у нас, озонирование салона автомобиля. А почему бы нет? После длительных поездок, когда всевозможные запахи были, дети сидели, кушали. И поэтому вот такой озонатор, вы можете его положить с собой в любую машину и там же включить и проозонировать помещение. Вы вышли из него на 15-20 минут поставили помещение, проозонировали, да? Когда мы говорим о мясных, рыбных продуктах, мы говорим о том, что выходят за счет того, что идет барботирование, выходят туда просто всевозможные щепочки, всевозможные микроорганизмы, но они уже будут нежизнеспособны, то есть они будут окисленными. Вот то, что на ней находится, вот оно окисляется. Значит, оно уже для нас с вами не опасно. То есть мы регулируем численность микроорганизмов в окружающей среде, при этом мы с вами не вредим нашей окружающей среде, не вредим себе. Кстати, очень важно сейчас озонировать холодильники, потому что там мы с вами как раз можем поставить все, что угодно. Значит, мы в холодильник с вами, вот этот самый канатик, мы в холодильник, не мешает крышечка, закрывается, ничего не мешает, и мы с вами также за несколько минут, иногда, если запахи есть, можно и 30 минут прозонировать, вы в это время стараетесь не контактировать с озонатором, но окружающая среда будет у нас обработана. Это не заменяет как бы протирание, но протирание, собственно, в нашем помещении, где определенное число людей просто живет, в своей квартире, хлорировать же вы не будете, да, это в нашем медицинском центре все хлорируется, а уж здесь, конечно, дом оставьте себе на обработку озоном. Я думаю, вам это будет полезно. Это мой давнишний помощник, вы делаете рекламу, да, я делаю рекламу хорошим вещам, которыми я сама пользуюсь. А уж решать, пользоваться, чем хлорировать свое помещение или озонировать, это уже решайте сами. Удачи вам!